А вот на глобальной волне у нас не всё так просто. Ведь понятно же, что авторам тех или иных идей хочется ими поделиться. Но не в расчёте же на вот такого рода дебильную реакцию, когда приходится буквально выпрашивать нормальную реакцию. И в этом плане, кстати, абсолютно бесполезными являются вот такого рода дискуссии, которые на глобальной волне, к сожалению, осуществляются не по правилам мозговых атак, а как именно мозговые войны. Вот и спрашивается, это ли нам нужно. Итак. Тёщик Виктор Григорьевич, Кушелев Александр Юрьевич. Александр Юрьевич, мы хотим запечатлеть Ваш момент общения. В том числе и с учётом моих комментариев. Комментариев Акинина Валерия Александровича. Но сейчас Александр Юрьевич, как первоисточник, сможет рассказать, как он представляет физическую материю, как она устроена. И увидите ли Вы в этом ошибочность представлений, либо нет. Вот интересно. Хотя, как это станет очевидным позже, интересно не является нечто другое. Сейчас Александр Юрьевич в двух словах расскажет, как он представляет движение среды. Нас всех больше всего интересует механизм возникновения движения, как в частности и возможность извлечения энергии из той субстанции, подобной эфиру, которая всё же существует, по мнению даже сторонников квантовой механики. А интересует нас это потому, что быстрее всего вот эта субстанция может использоваться при осуществлении реактивных взаимодействий, как в частности используя тот же воздух в атмосфере Земли. Давайте мы пойдём в диалоги. Значит, Вы согласны, что классическая физика, она хороша, а релятивистская и квантовая, которые пришли в начале прошлого века, они ошибочны? Скажем так, ошибочны и классическая, и релятивистская. Ну, хорошо. Насчёт релятивистской и квантовой мы с Вами спорить не будем, потому что мы и так уже согласны, что они ошибочны. А давайте поговорим о классической физике. В чём её ошибочность? Давайте. В чём Вы считаете ошибочность? Вот самая главная ошибка классической физики, на Ваш взгляд, какая? А это целый список. Нет, ну давайте с самой главной ошибки начнём. Чё нам мелочиться? Закон тикотения не корей. Но он же не помешал тому же Королёву стать первопроходцем космического пространства. Я ни капли не сомневаюсь, что Королёв и не был особо погружён в глубины понимания причин возникновения той же Вселенной. Вы больше согласны, что гранатационное воздействие, как и любое другое, передаётся через среду, через эфир? Согласны? Александр, речь о чём? Я конкретно говорю, эфира нет. Это разные термины, среда и эфир. Ну хорошо, давайте воспользуемся стандартным определением среды. Вы его знаете? Вы не друг друга тестируете, вы рассказываете, что вы знаете. Меня устраивает стандартное определение среды. Вы процитируете, Александр Юрьевич? Ну давайте с простого начнём. Вот скажем, с материальной точки. Так, что материальная точка? Значит, материальной точкой можно обозначить объекты, если формой и размерами этих объектов в данной задаче можно пренебречь. Это определение Ньютона. Вы против этого возрождите? Ну давайте пользоваться этим определением. Материальная точка объекта, которой можно пренебречь. Хорошо. Ну вот, а теперь значит из этих материальных точек делаем систему, решётку из этих точек. Крутит вам воды среды. Ну слава Богу. Благодаря героическим усилиям Александра Юрьевича мы наконец-то вышли на финишную прямую. На ту прямую, которая может, на мой взгляд, стать и точкой отчёта будущего бурного научно-технического прогресса. Речь идёт о том, что лично меня удивляет то, что все, абсолютно все, изначально отрицают примерно такой же характер строения той же материальной точки, несмотря на её бесконечно малые размеры, как у тех же атомов. У атомов, которые каким-то образом обеспечивают и извечное витание молекул газа в земной атмосфере. Чего, конечно же, без своего рода собственных двигателей у атомов не обеспечить. Ну, то есть, грубо говоря, понимаете, фундаментально вообще, как всё строится. Есть природное явление, да? Оно является объектом описания. Есть модели описания этого объекта. Ну да. Вы сейчас взяли модель абстрактную, да? Ну да. И выдаёте её за предмет описания. Нет. Я говорю, что вот, допустим, мы знаем, что кристалл – это решётка из атомов. Мы берём атомы, заменяем материальными точками. Мысль в чём? А мысль в том, что если мы можем принимать формы размером атомов, рассматривая волновые явления, мы можем заменить реальный кристалл. Да его модель, просто шутку из материальными точками. Стоп, 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 стоп. Мысль изначально в чём? А мысль-то изначально, по крайней мере, моя мысль, состоит в том, что у всех объектов Вселенной, включая и микрочастицы, и звёзды с планетами, есть свои собственные тяги. Тяги, которые наиболее заметно проявляются в микромире. И образуются эти тяги в результате взаимодействия космических тел и частиц как раз с той самой субстанцией, которая подобна эфиру. И в этом плане и извечное витание молекул газа в земной атмосфере, и безрасходное проникновение водорода и гелия в космическое пространство следует трактовать как те же самые факты, которые подтверждают предположение о том, что в частности атомы взаимодействуют с той же самой субстанцией, отбрасывая её реактивным образом в бесконечность. Вы про эфиры же по среду. Какая разница? А это вот есть разница. Ну давайте начнём с абстрактной среды. Не важно, эфир это воздух. Вы называете материю, расположенную в пространстве, средой. Ну, короче говоря... Материя есть. Что у вас ещё как бы волнует в этом плане? Если вы воспринимаете материю как среду, то вот она есть. Но при этом вы говорите... Если вы воспринимаете как эфир, то её патрика нету. Понятно. То есть вы считаете, что среда есть, а конкретной эфиры нету? Ну, замечательно. Я так и считаю. Хорошо. А электромагнитные волны – это возмущение чего, по-вашему? Александр, Можно уточнить фундаментально? Мы занимаемся чем? Мы ковыряемся в вашем мыслительном процессе? Нет. Или у вас есть конкретная какая-то мысль? Тогда озвучьте её, вы её обсудите. Действительно. На примере вот такого рода дискуссий создаётся впечатление, что учёные сейчас только и заняты тем, что ковыряются друг у друга в мыслительных процессах. Сколько бы лично я не говорил о том, что у всех объектов Вселенной есть свои собственные тяги, на такую тему никто и не собирается размышлять. А ведь предположив как раз то, что у объектов Вселенной есть свои собственные тяги, можно на основе того же классического термеха найти объяснение всех тех проблем, для которых, в частности, наградили ту же квантовую механику. Стой, зачем вы вообще-то общаетесь? Смысл какой-то? Это я вызвал, Олег. Это я вызвал. Олег, вы участвуете в беседе... Нет, я бы... Ярослав пригласил нас послушать, но мне сейчас послушать не очень интересно, мне скажут. Я пытаюсь понять, как два человека, которые занимаются одинаковой физикой 24 часа в сутки, ну, диаметрально не могут друг другу услышать. Как бы... Ведь оба человека тратят время на физику. Понимаешь, Олег, вот я вот не физик, и я не занимаюсь, и я не могу компетентно беседовать с Виктором Григорьевичем или с Александром Юрьевичем. Но послушать, как два компетентных человека беседуют, это интересно. Но вот... Ярослав, интересно, когда взгляды и совпадают. Они не совпадут никогда. Так если совпадают, тогда и делать нечего. Ну, 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 вот давайте так. У нас конкретно есть его, ну, да? Вы же нашли общий язык. Он согласился перейти на модельное представление, да? А Цуковский не согласен. А Цуковский просто верующий, несет курку. Он говорит, что это правда. Выдает вымыслы за факты. Вот тот, кто выдает вымыслы за факты, тут является шарлатаном жуликом-уфриком. Это действительно так. Но с другой стороны возникают вопросы о том, а кем являются те, кто не признает факты и считает их вымыслами. Есть интернет, у вас трогий научный метод. Если у вас все члено раздено по каждому пункту, если вы не подменяете термины и понятия, это научный метод. Вот и ссылки на ту же водородную дегазацию Земли, то есть на безрасходное проникновение в космическое пространство не только водорода, но и, кстати, гелия. Это что, никакого отношения не имеет к научному методу? Тоже извечное витание молекул газов над земной поверхностью. Тоже ускорение движения космических объектов, якобы непонятно по какой причине. Как, кстати, и то, что очевидным же является и тот факт, что природа устроена на предельно элементарной основе. То есть на основе того же классического теоремеха, а не на основе каких-либо других надуманных теорий. У нас сейчас ситуация такая, что у нас все фрики являются фриками, да? И половина официальных ученых являются фриками. И к научному методу, ну как таковому, к законам логики, никто не хочет возвращаться. Поэтому единственный способ, это ставим все точки над «и». Если мысль есть, ее можно записать членораздельно. Если вы используете термин «среда», «эфир», пожалуйста, каким определением пользуетесь? А тут выясняется, что начинается построение «эфир равно среда», знак равенства. Однозначно, если хорошо подумать и не игнорировать наличие у частиц среды собственных тях, то, безусловно, речь идет о том, что надо ставить знак равенства. Определение «эфира» дается, определение среды дается, как, извиняюсь, через материальную точку, через кристалл, нарушается первый закон логики. Логика как раз и нарушается разделением среды и того же «эфира» под натиском тех обстоятельств, которые, в принципе, можно было и преодолеть. Когда есть предмет описания и его модель, вот товарищ, что он дает модель за предмет, это безграмотно. Это вы выдаёте, я этого не говорил. Всё, давайте поблагодарим друг друга. Да, давайте поблагодарим. Виктор Григорьевич, извините, что я потревожил вас. Да, и я тоже. Не, я росла, всё нормально. Олежек, ты остаёшься? Да, я с тобой. Ну, вот, подводя, как бы, итог нашего небольшого включения, работает камера. Что ты можешь сказать, вот, со стороны, как бы? Я думаю, уважаемых учёных, рассудит история, то есть время. Проверяем какое-то время, и мы увидим, какого результата достигнет каждый из них. Именно в железе и в каких-то открытиях. Но, к сожалению, в современных условиях многое определяется именно экономическими обстоятельствами, а точнее даже пониманием людьми сути денежного обращения, способностью людей осуществлять ту же денежную взаимопомощь, а не теми или иными идеями технического порядка. Ну, вот ты ездил в гости к Александру Юрьевичу. Ты вот сейчас ты чью сторону больше принимаешь? Вот передача, состоялась передача к барьеру? Да, с Александром Юрьевичем я знаком, и у меня о нём самые лучшие впечатления. Я не знаю второго оппонента, но мне просто не понравилась его манера общения, как минимум. Вообще-то просто удивительным является, что уважаемые физики, да и те, кто присутствовал при их дискуссии, не имеют представления о величайшем достижении нашей советской науки. А именно, речь в данном случае идёт о схеме космической пульсирующей гантели профессоров Белецкого и Гиверца, которая на строго научной основе была представлена в 1963 году и фактически ознаменовала собой начало эпохи безрасходного освоения космического пространства. В самом деле, эта схема продемонстрировала, что составная структура того же атома позволяет ему использовать свои электроны, как примерно самолёт использует свой пропеллер. И тот факт, что у космических объектов мы имеем такие же проявления, как у того же самолёта с вполне определённой тягой, кроме всего прочего, свидетельствует о том, что в природе имеется и то, что те же электроны под воздействием тепла, а также высокого напряжения, могут отбрасывать бесконечность в качестве рабочего тела. То есть та же субстанция, подобная эфиру.